Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Проверка Макдональдс идет по поручению правительства Российской Федерации. Реакция интернет-пользователей на эту новость неоднозначная. Одни видят в этом возвращение в совок, другие просто недоумевают. В Карельском управлении Роспотребнадзора в интервью сегодня нам отказали. В конце июня Украина и Евросоюз на саммите ЕС в Брюсселе подписали соглашение об ассоциации свободной торговли. В Киеве встретили события ликованием, но забыли, что теперь им придется соблюдать все правила и законы, которые потребует Европа. Один из них это реституция, то есть возвращение имущества бывшим хозяевам. Эти изменения прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В конце июня Украина и Евросоюз на саммите ЕС в Брюсселе подписали соглашение об ассоциации свободной торговли. Теперь по европейским законам на Украине обязаны вернуть имущество бывшим хозяевам. Все владельцы фабрик, заводов, театров, пароходов, земли, любых объектов недвижимости, у которых советская власть в 18-20-х годах, в 40-х годах отобрала все эти объекты. Теперь Украину нужно вернуть, поэтому в Украину приведут новые собственники. Один из таких собственников Владимир Вольфович. Его дед был владельцем большой мебельной фабрики и участков земли в Ровненской области современной Украины, а до 1940 года – Польши. Вот у меня не просто воспоминания мои, это все документы, подтверждающие, что это принадлежит мне. После присоединения Западной Украины к Советскому Союзу всю частную собственность национализировали. В 1991-м, когда Украина стала отдельным государством, фабрика обрела новых хозяев, теперь уже украинских. Жириновский уверен, что сможет вернуть собственность, оставленную дедом. Я верну свою фабрику. Верну свою фабрику вместе со всей Ровенской областью. Ровенскую область пускай выбираторы не назначают. Это моя область, там мои владения, и все рабочие будут за меня. Они все помнят моего деда, хорошую зарплату, у всех были квартиры, питание, все было. Сенатор Ралиф Сафин, построивший в Петрозаводске гостиницу «Онега Палас», задолжал Сбербанку 400 миллионов рублей. Об этом сообщает портал ведомости. Эти деньги у банка Сафин брал в кредит на строительство отеля на набережной. Как сообщают ведомости, соглашение между Ралифом Сафином и мэрией Петрозаводска о строительстве четырехзвездочного отеля «Онега Палас» на берегу Онежского озера было подписано в 2005 году, а открылся отель в 2010. Процесс строительства не был гладким, в дело вмешался кризис. По этой причине работы на объекте были приостановлены, а стоимость проекта выросла почти в два раза с 26 до 48 миллионов долларов. Как заявила сторона Ралифа Сафина, гостиница «Онега Палас» не вышла на окупаемость, поэтому платежи по кредиту были просрочены. Сейчас хозяева отеля ведут процесс урегулирования погашения долгов. Не исключено, что «Онега Палас» может быть выставлен на торги. В сентябре в Петрозаводске, по всей видимости, закипит спортивная жизнь. В начале нового учебного года обещают открыть сразу два новых комплекса. Это бассейн на улице Хейканина и Ледовый дворец в пойме реки Неглинки. Первый ледовый дворец в Петрозаводске, который горожане назвали «Луми», откроется 7 сентября. Однако первоначально будет работать в тестовом режиме. В течение двух-трех недель специалисты будут проверять работу систем охлаждения и обкатывать лед. Только после этого, то есть в конце сентября, спортивный комплекс откроет свои двери для горожан. А вот дата открытия нового бассейна на Хейканина известна точно – 1 сентября. Ему, кстати, горожане уже выбрали название. Напомним, конкурс на лучшее название проводило руководство ФОКО. Варианты, которые присылались – это «Мандарин», «Бриз», «Волна», «Акваспорт» и «Капля». Однако петрозаводчанам больше всего понравился краткий вариант – H2O. За него проголосовало почти 30%. Это название предложила Юлия Пяськина, которая по условиям конкурса получит месячный абонемент в бассейн. Подготовка к отопительному сезону в районах Карелии затягивается. На специальной межведомственной комиссии обсуждался вопрос готовности районов республики к зиме. Внимание приковано к поселку Рабочий Островск. Он остался без котельной. Мы уже, как говорится, сыты предыдущим отопительным сезоном, когда в сентябре месяце подбирали, извините за выражение, всё неугодное и всё плохое, которое рушилось. И в кратчайшие сроки организовали и нормализовали ту ситуацию. Кемь, Лоухи, Пудашему и Зерка отчитались о готовности к холодам. Выводы, которые были сделаны после этих отчётов, неутешительны. Подготовка к зиме затягивается. Районы по-прежнему в долгах, выбраться из которых помогают только новые бюджетные или коммерческие кредиты. Минфин республики уже выделил 57 миллионов рублей на кредитование районов Карелии. Фактически кредитами латают финансовые дыры местных бюджетов. Наибольшее волнение в правительстве вызывает котельная в Кемском поселке Рабочий Островск. К сожалению, та котельная, которая оказывала услуги теплосомжения в предыдущий отопительный сезон, она уже выработала свой ресурс, и есть проблемы с её запуском. Стоимость выполнения работы строительства новой котельной, небольшой котельной, почти 60 миллионов рублей. Это значительные средства, которые, сами понимаете, в нашем пока ещё не совсем достаточном бюджете республики предусмотреть невозможно, и первоначально они нигде, никакой строкой не были прописаны. Сейчас ведутся переговоры и поиск инвестора. Пока не решён вопрос, имеет ли смысл реконструировать старую Рабочий Островскую котельную или сразу заниматься строительством новой. Карельские пожарные вновь спасали школьников. На территории школы-интерната номер 24 они бегали в клубах искусственного дыма, эвакуировали людей из зданий и бросали манекенов в резиновый куб. За пожарно-тактическими учениями наблюдал Александр Лычагин. Несмотря на каникулы, на территории школы-интерната номер 24 царил самый настоящий ажиотаж. Ревели сирены, курсировали пожарные машины, сновали люди с бронспойтами наперевес. Из девяти на шесть человек три находятся в здании. По замыслу организаторов тактических учений, из-за неосторожного обращения с огнём в здании вспыхнул пожар. Загорелась столярная мастерская на первом этаже. Благодаря большому количеству деревянной мебели и строительных материалов предполагаемый огонь стал распространяться быстро. Времени у огнеборцев было в обрез. К тому же первый и второй этажи оказались сильно задымлены. Пожарным пришлось выносить пострадавших буквально на руках. Чтобы спасти людей из задымлённой зоны второго этажа, борцы с огненной стихией развернули надувной куб. В народе его уже прозвали кубом жизни. Пневматическое прыжково-спасательное устройство предназначено для спасения людей, для экстренного спасения людей. На вооружении у петрозаводских огнеборцев устройство находится уже полтора года. Однако случай испытать его в боевых условиях пока не предоставилось. Вот и на этот раз в резиновый куб был сброшен манекен. Как рассказали организаторы учений, пожарные справились со своей задачей блестяще, даже несмотря на некоторые объективные трудности. Здесь своеобразная конструктивная особенность – это здание. Много входов, выходов. Мы для чего проводим тренировки, чтобы пожарные знали эти все входы и выходы. Чтобы при реальном пожаре можно было найти детей в любом месте, в любом помещении. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Участники мероприятия уверены, что полученный опыт лишним уж точно не будет. И в будущем обязательно окупится спасенными жизнями. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал Ника+. Хотите выучить финский язык, любите эксперименты, мечтали стать телезвездой? Тогда присоединяйтесь к нашему новому проекту «Финский – это просто». Вместе с Центром Инициатива телеканал Ника+, предлагает освоить финский с нуля. Все очень просто. В течение 10 занятий вы изучаете финский язык в Центре Инициатива, в неформальной и дружеской атмосфере с талантливым преподавателем. Наша съемочная группа снимает процесс и превращает его в телеуроки финского языка. Прогресс, обещают преподаватели, будет заметен сразу. Участники проекта испытают на себе эффективные методы изучения языка и заговорят на финском уже на первом занятии. К тому же вы сможете увидеть, что такое работа на телевидении, как говорится, изнутри, а вас увидит весь Петрозаводск. В проекте могут принять участие только 6 человек. Так что, если вы любите иностранные языки и мечтали попасть на ТВ, вам к нам. Свое желание можете выразить по телефону 67 18 83 в Центре Инициатива по адресу Ленинградская 6Б или на сайте центренит.ру. И это все новости к этому часу. Сразу после нас очередной выпуск программы «Трэнди Брэнди». А я, Марина Коботюк, с вами прощаюсь. Берегите себя. Трэнди Брэнди Брэнди Брэнди. Продолжение следует...